Мне дадут задание свипонить человека как можно быстрее. И я буду пользоваться вот именно вот этими свипами, которые сегодня мы рассматриваем. Смотрите, тоже ситуация из закрытого гарда. Когда мы тут, ну прям, в него вцепились и ногами, и руками, и человеку ничего не остается, как вместе с нами вставать. Вставай, пожалуйста. И прям поднимай до нас. Вот в такой ситуации, на самом деле, белые и синие пояса, я уверен, проводят очень много. Ну, цветные тоже, но чуть меньше, конечно. Здесь, смотрите, у того, кто в гарде, есть тоже хорошая возможность атаковать. То есть, если вы просто будете здесь сидеть, ваши ноги будут отекать, и рано или поздно ваш гард, да, он начнет разрывать, и рано или поздно ваш закрытый гард просто, ну, станет открытым. Отсюда, что я вам советую делать? Мне нравится одной из своих рук хватать себя за голень. После этого брать здесь второй рукой. То есть, вот такие вот захваты. Можете подойти поближе, посмотреть. То есть, здесь у меня ноги скрещены. Одна рука идет на голень, и вторая рука идет на мое запястье. Вот с такими захватами мне гораздо, гораздо легче тут висеть. И, в принципе, если я схватку выигрываю, возможно, я даже здесь ее просто засушу вот в таком положении. Отсюда. Но можно при этом и баллы забрать. Смотрите, сейчас несколько вариантов сделаем. Тут, ну, три опции минимум есть на самом деле. Первая такая, где нам не надо менять захваты. Я здесь резко встаю на свои ноги, и здесь мне надо свои руки чуть завести в бок, взять ладонь в ладонь, головой идти вперед и просто руками тянуть на себя, подламывать его поясницу. Вы заработаете два балла. В чем плюс этой техники? В том, что вы здесь не попадете в закрытый гард, и, возможно, в тем движения окажетесь в сайт контроля. То есть, вот этим именно этот вариант хорош. Но если вы там работаете с тяжеловесом или просто с каким-нибудь очень сильным соперником, вам, естественно, будет тяжело его поясницу продавить. То есть, это примерно работает против людей вашей комплекции. Но работает очень хорошо. Давайте следующий вариант посмотрим. Также я сначала забираю здесь, забираю здесь, чтобы мне комфортно было здесь держаться. После этого я точно так же встаю на свои ноги резко. Ну, такой небольшой отброс ног прямо назад. И теперь я хочу своими руками пойти на коленные сгибы. И что я буду делать? Я буду головой толкать в грудь. Оп. 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 Минус вот этого варианта, что, скорее всего, я попаду в закрытый гард, либо в бутерфляй гард. То есть, у меня не будет возможности быстро пройти гард. Но при этом, если человек, допустим, выше вас гораздо, человек высокий, то вам гораздо будет проще вот этот именно вариант сделать. Потому что вы сразу ноги выбейте, головой задавите в грудь. Он, скорее всего, завалится. Еще один вариант, который мне нравится делать. Все то же самое, захват за ноги. Я ухожу сюда и делаю все то же самое с зацепом. За счет этого я попаду, как сказать, уже в раскатанный хавгард. И мне впоследствии будет гораздо проще проходить его. Но на своем опыте скажу, вам лучше сделать вариант, который вам проще всего сделать. То есть, если вам надо забрать два балла, вы не должны задумываться о том, в какой именно гард вы попадете. Потому что соперник тоже не дурак, он тоже работает. И он сразу же будет какой-нибудь из гардов брать. То есть, не будет такого, что вы его свипанули, он сразу там лег на спину и перестал что-то сделать. Поэтому у нас сегодня цель – это свипы. Давайте поэтому сейчас из этих трех вариантов попробуйте все. И выберите, какой вам делать проще всего. И там впоследствии в отработках, там в своем зале, на своих тренировках от него вы уже и будете отталкиваться от этого варианта. Давайте попробуем. Раз, два. Добавить. Вот у нас тема сегодня – простые свипы. Почему, в чем плюс вот этих всех свипов? Они делаются быстро. То есть, если вы проигрываете там одно преимущество, два преимущества, один балл, два балла, вы можете вырваться вперед или сравнять схватку за, ну, небольшое количество времени. Потому что, например, работа в вормгарде, там, в лассо разных. Вам потребуется время, во-первых, чтобы этот гард взять, а во-вторых, вам потребуется время, чтобы человека вывести из равновесия. В свипах, которые мы сегодня посмотрим, нам, ну, требуется максимум там 10 секунд, чтобы их выполнить. Соответственно, за 30 секунд до конца схватки мы можем их там засетапить и в итоге сделать. Субтитры сделал DimaTorzok